Эволюция змей Змеи являются самой молодой группой среди всех рептилий. Они появились примерно 150 миллионов лет назад, в конце юрского периода. С их появлением связано большое количество интересных фактов и научных загадок. Дело в том, что змеи приобрели такое строение тела не в результате длительного эволюционного процесса под действием изменяющихся условий жизни. Причиной потери лап в их случае с большой вероятностью стала генетическая мутация, которая закрепилась и дала возможность для появления большого разнообразия видов. Кроме того, именно такая версия появления змей очень сочетается с вариантом, описанным в религиозных текстах. Если вы хотите первыми узнавать о выходе новых роликов на канале Эпоха динозавров, то советуем подписаться на наш канал. Также наши зрители могут выражать свое мнение при помощи комментариев и лайков, помогая в развитии канала. Сейчас на нашей планете существует огромное количество самых разнообразных видов змей. За время своего эволюционного развития некоторые из них не только питались небольшими динозаврами, но и смогли выжить в условиях мелполиогенового вымирания, которое гигантские ящеры не пережили. Также среди змей попадались самые настоящие гиганты, длиной до 15 метров и весом до одной тонны. Но как случилась трансформация из ящериц в змей, наука до конца пока не разобралась. Практически никогда ученые не сомневались, что предками змей были ящерицы. Но о причинах, из-за которых они решили отказаться от лап и перейти на такой странный способ передвижения, споры ведутся до сих пор. Французский естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк еще в начале 19 века предположил, что группе ящериц, живших в каменистой местности, лапы мешали протискиваться среди камней и сильно замедляли во время охоты. Также с длинным вытянутым телом им было проще прятаться от врагов. Но практически все современные ящерицы, передвигающиеся на четырех лапах, обладают гораздо большей скоростью, чем змеи. Наличие конечностей никак не мешает им существовать в разных природных зонах и перемещаться по любым поверхностям. Большинство ящериц охотятся на насекомых, а чтобы поймать их, нужно быть очень проворными. Тогда как безногие змеи в ходе эволюции вынуждены были перейти на охоту на более мелких животных и даже начать использовать в такой охоте яд. Другая версия происхождения змей связана с переходом их предков на водный или полуводный образ жизни. Сторонники этой теории считали, что начав плавать в воде, ящерицы трансформировали тело в сторону увеличения его обтекаемости. Хорошим примером для иллюстрации этой версии стала такая вымершая змея, как пахерахис или пахерах. Этот род змей, обитавших в начале мелового периода в пресных водоемах на территории Палестины и других стран Ближнего Востока, имел большое количество общих черт с ящерицами. Иногда пахерахиса даже называют ящерицей с некоторыми змейными чертами. Но чаще всего ученые сходятся во мнении, что это существо могло быть переходной формой между ящерицей и змеей. Его голова напоминала голову современных питонов, тело было покрыто змеиной чешуей, а около анального отверстия располагались две рудиментарных лапы. Питался пахерах преимущественно рыбой, достигал длины в один метр и мог весить около одного килограмма. Плавало это существо по-змеиному, изгибая тело в горизонтальной плоскости. Эта теория имеет массу противоречий. Известно, что ни одна группа примитивных водных змей в ходе эволюции не обзавелась другими приспособлениями для подводного плавания, кроме вытянутого безногого тела. Такие приспособления есть только у более развитых современных видов, которые входят в группу морские змеи. Кроме того, нет никаких доказательств существования доисторических змей, которые вели исключительно водный образ жизни. Их останки чаще встречаются в сухопутных отложениях, хотя подобные находки сохраняются в них гораздо хуже, чем в морских или речных. Зато существует достаточно видов ящериц, которые при переходе к роющему образу жизни отказались от использования конечностей. К таким ящерицам относятся сцинки, веретенницы, чешуеноги и другие группы безногих ящериц. Возможно, именно переход к такому образу жизни стал причиной изменения первыми змеями структуры тела. Также в пользу этой версии говорит исчезновение наружных ушных отверстий и подвижного века. Во влажной почве не требуется постоянное увлажнение глаз, а в закрытые ушные отверстия не проникает земля. Можно с большой вероятностью утверждать, что именно так и появились предки всех современных змей. Долгое время считалось, что предками змей были вараны. Эти ящерицы обладают большим количеством общих черт со змеями. В первую очередь речь идет о раздвоенном языке, который используется в качестве органа обоняния. Анализ состава частиц, присутствующих во вдыхаемом воздухе или втягиваемых при помощи языка, производится особым механизмом – органом Якобсона. Он представляет собой своеобразный анализатор в виде двух отверстий в верхнем небе. Также у змей и варанов имеется много общего в строении позвоночника, а еще у некоторых варанов, живущих на островах Тихого океана, отсутствуют наружные ушные отверстия. Но последние исследования показывают, что на генетическом уровне эти виды находятся друг от друга достаточно далеко. Да и варанов, которые живут под землей, на нашей планете не существует. Более близкими родственниками змей являются гекконы. У них очень похожее строение черепа. Также у некоторых видов гекконов подвижные веки заменяет прозрачная пленка, защищающая глаз. Такое семейство, как чешуеноги, оставаясь ящерицами, внешне больше напоминает змей. Они имеют длинное вытянутое тело и рудиментарные задние лапы. Передних лап у этих гекконов нет совсем. Считается, что общий предок змей и гекконов отделился от остальных рептилий примерно 180 миллионов лет назад. В период от 165 до 150 миллионов лет назад змеи стали самостоятельной группой присмыкающихся. Но самой большой загадкой при изучении эволюции змей стало практически одномоментное исчезновение конечностей. При изучении останков еще одной змеи, Евпадофиса, жившей в меловом периоде примерно 95 миллионов лет назад, было высказано предположение, что безногие рептилии получились в результате генетического отклонения. Исследование окаменевших останков проводилось группой французских ученых при помощи рентгеновских лучей. Выяснилось, что эта переходная форма между ящерицами и змеями является обладателем очень интересных задних конечностей. Бедра и голени этой водной змеи, обитавшей в океане Тетис на территории Ближнего Востока, отличаются от костей современных ящериц только более маленькими размерами. Также у Евпадофиса имеются лодыжки, а вот ступней и пальцев у этого существа нет. Другое исследование показало, что у змей, в отличие от иных рептилий, отсутствуют или сильно изменены некоторые гены, отвечающие за формирование задней части туловища. В частности, именно пропавшие гены содержат информацию о задних конечностях. Из этого сделан вывод, что по какой-то причине эти кости у предков змей перестали формироваться еще на стадии эмбриона. Такое возможно только при изменениях в генетическом коде. Подобные мутации могут быть вызваны самыми разными причинами. Это может быть воздействие радиации, стресс, изменение химического состава пищи или последствия инфекционного заболевания. Но также не исключена спонтанная ошибка. То есть конечности у древней ящерицы могли не сформироваться без всякой причины. Но самое главное в этой истории то, что особь с несформировавшимися ногами не просто вела нормальную жизнь, но еще и дала потомство, закрепив эту генетическую мутацию в следующих поколениях. Таким образом, ящерица-мутант из юрского периода дала начало новой ветве развития рептилий. И здесь недавние научные исследования, как это ни странно, полностью подтвердили теорию о происхождении змей, записанную в 7 веке до нашей эры, в священные для некоторых религий книги, а именно в Торе. Там сказано, что за злодейство, учиненное змеем в райском саду, все его потомки были прокляты создателем. Близкая к источнику формулировка проклятия говорит, что все змеи за это будут ползать на чреве своем и питаться прахом. Поскольку в тексте не сказано, что змею оторвали или отрубили лапы, его можно трактовать как внесение изменений в геном. Переход первых змей на рующий образ жизни, уже подтвержденный наукой, вполне подходит под формулировку о питании прахом. Либо это забавное совпадение, либо наши далекие предки знали о законах природы намного больше, чем нам кажется. Мы благодарим зрителей, которые досмотрели этот ролик до конца. На нашем канале публикуются материалы, связанные как с этими гигантскими ящерами, так и с эволюцией других живых существ, населявших нашу планету в разное время. Ближе узнать об этом можно в предыдущих роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова